Всем здравствуйте! Это проект «Неизведанная планета-человек». Я автор и ведущий Владимир Симонов. Сегодня мне очень интересно попробовать поговорить с вами о том, что создало человека. Ну, известно, что марксизм-ленинизм, ну, больше марксизм-энгелизм, он определял так, что человека создал труд. Труд из обезьяны создал человека. Труд. Ну, со временем, как бы, теория Дарвина насчет происхождения человека от обезьян, она подверялась сомнению, и сейчас есть и сторонники, и противники этой теории. Но для меня очевидно, что это теория происхождения видов, она там, где касается происхождения человека, она, в принципе, ущербна. Но я сейчас не о том хочу говорить, а о том, что Энгель в своих работах абсолютно четко определял, что труд из обезьяны сделал человека. Во, где собака зарыта. А ведь если действительно опереться на этот постулат, то понятно, почему возник капитализм, который провозглашал равные возможности через труд, и почему возник социализм, как одна из форм социального развития общества. Социализм тоже определял, что от каждого по труду, по труду, каждому по потребностям. И вот в этом постулате, что труд создал человека, была заложена определенная ущербность для человека, как удивительного явления в нашем мире. Что я имею в виду? Ну, не секрет, что эволюция человека на планете характеризуется эволюцией сознания. И вот, состоя в иерархии сознания, вселенской иерархии сознания, человек занимает одну из ниш, и в данном случае на планете, он определен как звено, которое отвечает за синтез миров, эволюционирующих на этой планете. И вот в этом случае говорить о труде, ну, как бы немножко принижать человека. Ну, можно ли сказать, что вселенная трудится и создает галактики? Ну, как-то звучит странно. А можно сказать про цветок, что он трудится для того, чтобы расцвести? А можно сказать про птицу, что она трудится для того, чтобы летать? Ну, звучит как-то несуразно, согласитесь? Ну, точно так же человек, как часть этой природы. Трудиться не является его инструментарием эволюционного развития. Ибо предназначенность человека это отвечает за синтез миров планеты. В этом случае осознавать свою ответственность за мир на этой планете возможно только через очувствование своей предназначенности, ради которой он рожден. Я глубоко убежден, что все вот эти вот эволюционные круги, так называемые, когда человека отвернули от его божественной сути, и послали его по большому-большому кругу социальной адаптации, в ущерб, естественно, вот этому первородному, первозданному, божественному очувствованию себя в этом мире на равных с цветами, с животными, с океаном, с солнцем, на равных, как часть божественного проведения. Так вот, запустил его по этому очень-очень-очень большому кругу, человеку было дано рано или поздно прийти в ту точку, откуда его запустили, только по спирали. По спирали. И вот сегодня тот удивительный момент эволюционного развития человечества, когда можно со всей ответственностью заявить, что человека создает, создавало и будет создавать творчество. И тогда в этом случае можно говорить о равенстве с цветком, который точно так же реализуется творчеством, через гармонию, устремляясь к красоте. Точно так же можно говорить обо всех других мирах, и животным, и растительным, обо всем. Они все существуют в творческом процессе. И человеку дано через творчество осознавать себя и мир, который вокруг. Так вот, я не знаю, изучают ли сейчас обществоведение в школах, не уверен. Я не знаю, изучают ли политэкономию, но в мое время и в школе, и в высшем учебном заведении, в университете в принципе мы знакомились с этими работами Маркса, Энгельса, и вот в частности Энгельс, происхождение видов, и вот где утверждалось, что человека создал труд. И вот практически на сегодня можно смело сказать, что этап этого заблуждения закончен. Человека создает творчество, очеловечивается человек творчеством. и поэтому с того момента, как человек начал заниматься творчеством, он устремлен в очувствование самого себя вселенского, божественного в этом мире. Поэтому музыка, поэтому живопись, поэтому скульптура и все-все-все остальные, литература, поэзия и все-все-все остальное, чем мы в полной мере можем пользоваться, соучаствуя, сопереживая и получая удивительный импульс для творческой самолизации самого себя. И если вас кто-то спросит, так что же все-таки создало человека, можете смело отвечать, творчество. Ну, в крайнем случае ссылайтесь на Симонова. Как он сказал, в проекте, в программе проекта «Неизведанная планета Человек». Если нравится программа проекта, подписывайтесь, ставьте лайки, как это говорится, задавайте вопросы, будем отвечать, будем разговаривать. Человек – это удивительное явление на этой земле. И творчество – это удивительный ключ к познанию, его самого. Неизведанная планета – человек. Это вы, это я, это они, это все мы. Человечество. Всего самого-самого наилучшего. С вами был Владимир Симонов. Успехов! Успехов! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok